На фото осколки старинного фарфора, кованые гвозди, скорее всего, 19 века, антикварное стекло, шлак сереброплавильного завода и кости. Эти артефакты обнаружил барнаульский активист в лунках высаженных ели на площади Свободы. В прошлом году на этом месте археологи уже находили останки древних захоронений. Была даже точно определена могила первого командира барнаульского сереброплавильного завода Андрея Бейера. Действительно ли в этот раз были найдены человеческие останки, мы спросили у экспертов. Сложно сказать, чьи это кости. Возможно, это просто кости животных. То есть это утверждать на том, что это какие-то кости именно с этого кладбища, которое здесь было на этом месте в площади Свободы, невозможно. И поэтому тут только эксперты, если это вообще необходимо. В мэрии подтвердили, что ели, где были обнаружены артефакты, были высажены в прошлом году, но глубина работ не превышала положенной нормы. Глубина ямы для посадки не более 80 сантиметров. Деревья высаживались исключительно в плодородный слой. Посторонних предметов подрядной организации обнаружено не было. Тем не менее, утверждают эксперты, останки могут находиться на любой глубине, будь то 80 сантиметров, 50 или метр. И при посадке деревьев этот факт нужно учитывать. Да и вообще необходимо заниматься не только озеленением исторических мест, но и популяризировать их. Площадь Свободы, памятное место, это территория бывшего кладбища. Здесь похоронен изобретатель Иван Иванович Ползунов. И хорошо бы, говорят барнаульские архитекторы, если бы здесь появились информационные стенды, таблички, на которых было бы написано, что именно это за место. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.